Соревнования по дзюдо – первое спортивное мероприятие в этом году. Несмотря на волнение, юные спортсмены были настроены только на победу. Блестяще показали себя как юноши, так и девушки. Валерия учится в 4-й спортивной школе. В секцию по дзюдо она записалась еще в 7 лет. Благодаря боевому характеру и тяге к активному образу жизни, Лера не раз побеждала в соревнованиях по самбо. Вместе с командой занимала первые места в баскетбольных матчах и играла в команде по гонболу. Ее главная мечта – стать олимпийской чемпионкой. Дзюдо – один из популярнейших видов спорта, обгоняющий по численности спортсменов даже футбол. Огромное внимание боевому искусству уделяют в городе-курорте. Ежегодно в спортивных школах проводят наборы. А напчане нередко выходят на соревнования краевого и всероссийского уровня. В год дзюдоисты участвуют более чем в 10 соревнованиях. Многие стремятся попасть на Олимпийские игры и чемпионат мира. На протяжении многих лет постоянно наполняют команду Краснодарского края, которая успешно выступает как на первенстве Южного федерального и так же на первенстве России. В прошлом году команда Краснодарского края заняла первое место на первенстве России в Архангельске. И там было представители города Анапа, в частности спортивная школа номер 4, там было 7 человек. По результатам боев золото первенства взяла дзюдоистка Елизавета Матвеева. Среди юношей проявили себя Олег Соляник и Давид Авидян. Теперь сборная команда победителей отправится в Армавир на первенство Краснодарского края, которое состоится 20 января. Впереди их ждут усиленные тренировки, ведь у анапчан есть все шансы попасть на первенство Южного федерального округа и России. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион.